Приветики всем моим косметоматикам! Сегодня я покажу вам свои любимые продукты. В этом году, зависит от года, и косметичку декабря покажу. Покажу свои любимые кисти, любимые тени, и это будет большое свотч-видео. Смотрите, это две моих практически идентичных кисти из двух разных, вернее, двух одинаковых наборов, но кисти там идут вот такие большие, только в одном экземпляре. Это вот такая, более с темным ворсом, это она сейчас помытая, и вот такая светленькая. Для контура вот эту использую, а вот эту использую для румян. Румяна у меня сейчас вот такие, персиковые и розовые. Также использую вот такой черный карандаш для бровей, для подводки глаз и для всего чего угодно. Он у меня остался последним уже из набора моего. Очень классно прорисовываю, достаточно жирный и легко точится. Здесь вот настоящее дерево. Следующие мои две кисти для теней, это вот такая кисть бочонок и плоская толстенькая кисточка для нанесения теней и для растушевки теней границ верхнего века. Дальше вот такая двусторонняя кисточка, маленькая, для того, чтобы наносить какие-то цвета на нижнее веко. И для оттягивания цвета, если я делаю стрелочки. Черным карандашом, кстати, вот этим очень удобно делать стрелочки и наносить поверх закрепляющие черные тени. Очень удобно вот именно вот этой маленькой тоненькой кисточкой-карандашиком. Также вот такая плоская кисточка для нанесения теней. Обычно пользуюсь ей внутренним веком, оформляю внутренний уголок глаза, потому что она такая удобненькая и белыми тенями я продлеваю так тлению глаза, чтобы глаз казался более приподнятым. Вот такая плоская кисточка, плоская прямоугольная кисточка для каких-то особых целей. То есть, постоянно ее не использую, но она очень удобная, например, для контуринга носа. Как всегда, очередной раз покажу вам свою кисть. О, свою свою... Да, покажу вам кисть от этой туши. Это тушь, которая очень-очень быстро застывает. И я люблю в последнее время делать не кукольные ресницы, а вот такие более естественные, потому что тушь потом смывать очень легко. Эта тушь очень легко смывается, просто я смываю водой с мылом. Эту тушь я начала где-то уже месяц назад, и вот еще ей пользуюсь. Ее еще много. Вот такая здесь кисточка силиконовая. И для меня главное, что макияж занимает очень мало времени, потому что тушь действительно быстро сохнущая. Всегда обязательно в последнее время я завиваю ресницы уже несколько месяцев. И это удобно. Это делает взгляд более открытым. Пользуюсь вот такими щипцами черными. Здесь такая резиночка. Здесь я все показала вам. Это у меня такая кружечка. Кружечка-подставка. Следующим покажу свою пудру. Смотрите, сколько здесь уже нет. Эту пудру в этом году я пользовала очень активно. Использовала очень активно. Смотрите, два рефила здесь уже нет. Здесь находится огромное зеркало, очень удобное. Также в последнее время я пользуюсь не кистями, а вот такой пуховочкой прямо из набора. Вот такая пудра. Белая, очень светлая, очень хорошо перекрывает. Также мне очень нравится вот этот прорезиненный спонжик. И пудра предполагает также и влажное нанесение. И дает покрытие тональником. Следующая, моя самая любимейшая на данный момент, не из ярких цветов, вот эта палетка. Очень мягкие. Очень легко наносятся. Два вот таких оттеночка первых. Вот этот коричневый обожаю и вот этот розовый. Сейчас покажу вот эти два. Золотистый и этот коричневый. Вот такие они на пальчиках, вот такие они при нанесении на руку. Далее вот этот любимый мой, мной розовый. И также покажу вот этот коричневый. Обалденные, очень красивые цвета. Это розовое золото и коричневый, такой с зеленоватым отливом. Еще два очень любимых цвета. Это два вот этих огромных рефила. Черный и золотисто-бронзовый. Такой очень-очень насыщенно коричневый. А вот этот черный имеет мелкие вкрапления блесток. Очень яркие, насыщенные, суперпигментированные. Посмотрите, как хорошо ложатся. Тени в последнее время я люблю наносить без базы. И они очень хорошо держатся на глазах. Вот они, два крайних цвета у меня здесь. Также у меня здесь сохранились вот такие тени из палеточки Windows. Вот они три. И из всех остальных я сделала бронзер. Мне нужен был бронзер. Яркий, шиммерный. И я не стала покупать, а дело из того, что у меня уже есть. Так, значит, здесь мы наберем черный цвет. Здесь он более пигментированный чуть-чуть, чем этот. И этот. Здесь вообще есть смесь такого зеленоватого. И слегка синеватого оттенка. Здесь они вот такие. Но очень похожие на вот эти два. Вот мы можем сравнить. Вот они здесь рядом теперь. Слегка разные, но не на очень. Сильно они различаются. Также у меня есть вот такая палеточка для бровей. Сейчас я использую вот такой серый. И вот этот коричневый. Смотрите, какие здесь уже ямки. На данный момент этих теней нет на Алиэкспрессе. Но есть их аналог. И здесь, видимо, перевыпустили. Здесь есть вот такое зеркальце вместо А. И другая фирма. Но тени такие же оттенки есть. Покажу вам этот замечательный коричневый оттенок. Вот он. Смотрите, насколько пигментированный и яркий. Естественно, для бровей он абсолютно матовый. Вот он здесь. И вот здесь я набрала серый оттенок. Он настолько пигментированный. Ну, если набирать на скошенной кисточке чуть-чуть. Кстати, не показала вам ее. Вот такой кисточкой я пользуюсь для бровей. Она отличная. Очень упругая. Посмотрите, насколько она упругая. Это я нажимаю сильно. Также забыла показать вам свой блеск любимый. Таким блеском я сейчас пользуюсь. Также покажу сводчик. Вот такой оттеночек у меня у блеска. Очень праздничный. Шиммерный. Очень хорошо подходит на зимнее время, так как очень хорошо влажняет губы. Одно время я вообще не выпускала его из рук. Получилась очень красивая палитра теней. Как вы заметили, я люблю темные оттенки больше всего. И также покажу в последнюю очередь свою яркую палетку, которую я уже много показывала в последних видео. Вот она. Теперь вам покажу свои самые любимые цвета. Мои любимые цвета. Это вот такой яркий слатовый. Синий. Цвет морской волны. Фиолетовый. Смотрите, вот он на кисточке. Он очень хорош для новогоднего макияжа. Я показывала. Ими этот фиолетовый на нижнее веко. Вот с помощью этой кисточки маленькой наношу, которая была у меня в комплекте с вот этими тенями для бровей. Ну, на самом деле, смотрите, сколько их уже здесь нету. Особенно коричневого и светлого. Также в этой палетке очень милый вот этот рыжий-коричневый. И сейчас покажу вам именно эти свочи самых любимых цветов. Вот они мои самые любимые цвета. Синий, фиолетовый, салатовый, морской волны и коричнево-рыжий. Самые любимые оттенки. Такими румянами пользуюсь для бровей. Такой оттеночек персиковый. Вот он у меня здесь растушеван. И вот такой оттеночек розовый. Набирается очень легко. Супер пигментированные. Как вы видите, достаточно нескольких прикосновений. Они такие шелковистые. Очень-очень нежные, бархатные. Этот цвет для румян гораздо более смелый. Мне больше подходит вот такой оранжевый. Но по настроению можно и вот этот. Этот цвет я предлагала в новогоднем макияже. Как использовать монокромный цвет на все века. С проработкой пресничного края темными тенями. Здесь у нас также есть цвета для бровей. Я пока их не начинала, потому что они выглядят идентичными. По сравнению с вот этими, которые у меня уже сейчас есть. Я пока их не начинаю. Также у меня есть еще вот такие тени для бровей, которые я пока не начала. Это такие светло-светло-коричневые. Сродни вот этому оттенку. Примерно такие же. И все очень-очень похожие здесь цвета. Три таких больших трифила и зеркальца есть. Также вот эта коробочка от вот этих теней. Но здесь есть еще точно такие же тени. Я вам их уже показывала. У меня две палетки этих теней. Вот он мой второй номер. Здесь у меня такие же тени. Только это новое. Тоже пока не начинала. Но я считаю это просто хитом. 2016 года. Эти тени просто неподражаемые. С очень-очень хорошей пигментацией. А для любителей металлических оттенков здесь есть вот этот зеленый оттеночек. Посмотрите, какой он. Для новогоднего макияжа будет просто отличный. Он шиммерный. Также яркий. С отливом, переливом, с блестками. Юли заметными. Вот такая яркая палеточка. Всем спасибо за внимание. Я осветила вам свою косметичку. На этот месяц показала отличное сочетание в макияже. Кстати, сейчас мой любимый из самых таких простых макияжей. Это вот такой розовый и вот такой коричневый. На внутренний уголок глаза и на внешний уголок глаза. Просто вот так вот. И вот эти вот цвета я использую для высветления. Этот такой более цвет шампанского. Будет просто отличным для хайлайтинга и для внешнего, то есть внутреннего уголка. И вот такой стандартный белый цвет обычный. Кстати, в этой палетке также есть белый цвет. Также у меня есть вот такая еще не начатая тушь для объема на ресницах. Это тушь, которая делает кукольные ресницы. Здесь 11 грамм. Такая простая черная. Также водостойкая. Здесь точно такая же силиконовая кисточка. И скоро я ее начну, когда у меня закончится татушь. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Смотрите мои другие ролики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok